привет друзья давайте так начнем привет мои друзья подписчики не просто гости моего канала вы помните да в предыдущем ролике я выводил своей кошечке маркизе такое имя у нее вот маркиз есть вот сапога да у меня такое имя маркиза те капли не помогли блок у нее также море она у меня живет по дворе и почему я сегодня решил снять этот видосик она очень рвется ко мне в постель в дом тепло на улице уже конец октября недовольно холодно друзья вот такой вот я взял шампунь сейчас я немножко так сфокусирую камеру купаться надо блоки надо выводить друзья я сейчас опять рискую остаться без рук давай потерпим немножко это это за него уже немножко потерпим давай видите уже идет агрессия друзья пытайся с водой видите она сопротивляется уже уже пришла в себя до за неделю нашей маркиз не нравится принимать ванную нити совсем она не в духе сегодня смотрите какая крыска друзья как терпим 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 укутаем как младенца друзья боится и столько грязи еще с нее смылось ну друзья наша крыска она опять на меня обиделась хотя мурчит думаю хоть этот шампунь я взял мне в злоу клиники его посоветовали то есть там ветеринары сказали поможет час еще воды нагрею немного и смоем остатки шампуня взял не вискос для котят курица рагу такой вот вискос видите для котят от 1 до 12 месяцев я думает котенок и месяцев 5 вы знаете что наши маркиза друзья я я уже все я случайно увидел какой-то черный налет у нее ушах потом зашел в том же ю тубе в котором мы с вами сидим и смотрим сейчас данное видео посмотрел это оказался ушной клещ сейчас я вам покажу подписываемся на канал ставим вот такие вот жирные королевские лайки еще такая просьба наверное должен был то самое первое сказать если у вас есть возможность у вас и у кого то ваших знакомых может быть вы кому-то покажете это видео может кто-то у меня эту кошечку заберет или на передержку пока я на вахте будут или привет друзья давайте так начнем привет мои друзья подписчики не просто гости моего канала что я сегодня для вас хотел снимать давайте так вот начнем мне кажется так будет более правильно что ли потому что может быть это просто люди заходят и просто смотрят видео не подписываются и никого я не знаю не мои друзья а вы помните да в предыдущем ролике я выводил своей кошечке маркизе такое имя у нее скотт маркиз есть вот сапога да у меня такое имя маркиза застань кроме не выбрал поскольку я думал что это код сегодня зашел в магазин купить еще одни капли кстати друзья бог те капли не помогли блок у нее также море она у меня живет во дворе и почему я сегодня решил снять этот видосик она очень рвется ко мне в постель в дом тепло на улице уже конец октября недовольно холодно я зашел сегодня в магазин показал фотографии когда покупал капли меня девушка спросила сколько возраст моему вернее моей кошечки хотя до конца не понял кошечка это или кот я показал фотографию и друзья на меня представляете поздравила и говорит я вас поздравляю вас кошечка потому что котов трусцветных почти не бывает у нее оказывается черепаховый окрас поэтому вы зря на самом деле не хотите себе взять у меня вот это вот создание прелестное я его отдаю поскольку его столик мотаюсь по вахтам и не знаю что вообще делать не с этим вот созданием милым я уже к ней прикипел и она меня влюбилась любовь с первого взгляда этом ролике говорил но вы понимаете не везде на вахте можно брать с собой животное поскольку нас селят постовый там по 10 по 12 человек в одной комнате а коми а комната 5 на 5 метров то есть вот моя кухня вот это то есть вы представляете на на ножки побольше 10-12 коет ну и как как на зоне в тесноте вы представьте еще животное хорошо если она прошла и вахту поеду там я вагончике жил нас там жила 6 человек и там более-менее можно лоток поставить и там пока и она зимой то может спать со мной и все а если меня например обычных остров поселит друзья то кстати она рвется там у меня наверно рвется быстрее вот весь тазик греется купать будем сегодня будем купать я купил шампунь вот короче друзьями мастер на мало места вот поэтому я маркизу но как мне вот сказали я как бы не не спец такой я не ветеринар меня смотрю вроде бы на яички похоже ну как там у кота да у женщина то но у меня уже извините влагалище называется то есть а девушка сразу сказала по цвету что это кошечка стене присмотрелся да вроде бы там мешочка нету там ну дырочка у меня извините я на дети будут смотреть я ни в коем случае не похабный человеку просто там темная у нее вот это все вокруг я думаю на новички к и но маленькие еще они небольшие оказывается она кошечка наверное у нее просто темная вот это вот дырочка ее извините друзья вот так получается как-то до вас донести чтобы меня понимали вот я сегодня решил поскольку ладно она будет в тепле со мной спать решил окончательно о своей маркизе вывести блог может дальнейшем если мне не получится и никому из вас вручить я ее сделаю символом канала она будет со мной во многих видосиках может быть даже на вахту с собой и возьму и поснимаю с ней видео на данный момент я вам хочу показать какой шампунь приобрел все кстати у меня хорошее настроение немножко и пивасика так подпил на это мне видно что довольно таки веселый не как обычно там грустный груженые видосики на такие жизненные на сегодня такой вот веселый и а жизни так особо думать не хочется хочется как тут развеется ну и наверно маркизу наш с вами тоже мы покупаем кстати подписываемся на канал а кто друзья друзья подписчики просто гости вон гостей касается кто еще не знает что за канал канал называется же как если вы случайно на это на этот видосик попали это наш с вами мои дорогие друзья и подписчики канал я снимаю для вас первую очередь потому что не одиноко я одинокий холостяк и вот моей жизни вот так вот появилась какое создание новое окошечко вот это да но все равно мне как-то с вами делюсь своей жизнью своими событиями снимаю влоги канал новым около года пока он мне денег не приносит да и доната особо вы не донатите как бы да я думаю вы задонатите на пару пакетиков вискоса нашей с вами маргарите почему говорю с нашей с вами потому что этот видосик вы тоже будете смотреть снимает для вас поэтому наверно он не только мы это моё видео я делюсь им этим видео с вами значит это наша с вами получается маргаритка вот кстати друзья давайте вам покажу тазик и что я купил ей а сейчас будут друзья не реклама я просто не знаю пока что еще неизвестные поэтому я думаю это реклама не считается тогда я буду супер мега известный какой-нибудь хованский или там какой-нибудь литвин да тогда я буду уже там как-то задела заделывать надписи названия как-то там мы ведь видосики да чтоб нечитаемо было данный момент думают не особо то и реклама меня мало посмотрит там от силы может быть 100 там может быть 200 человек и посмотрит видос у меня пару тысяч подписчиков но смотрю активность на канале вообще почти никакая поэтому подписываем подписываемся вернее друзей своих меня подписываем ставим вот такие вот жирные королевские лайки вот давайте вам покажу что я приобрел друзья вот такой вот я взял шампунь сейчас я немножко так сфокусирую камеру вот снимаю одной рукой на телефон поэтому не обессудьте если качество съемки не выше такой вот лапушка называется шампунь инсекционный инсекцицидный извиняюсь он блоха нарисована перечеркнутая видите блоха кошечки собаки 116 рублей защита собак кошек щенков и котят от блох шеи и лосоедов ой 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 там у меня что-то происходит ты чё творишь маргаритка это налазит видите не терпится так если на кровать нам нельзя так вот такой вот друзья такой вот короче шампунь сейчас я буду в тазике вот я воды воды накипятил подогрел для приятной температуры для тела комнатная такая температура но не знаю градусов наверно 36 36 30 такой вот такой тазик шампунь такой шампунь вот полотенец уже выстиранный давайте друзья таких сати капли от блох на это я уже буду и через принять друзья вот такие вот я сделал тампончики короче тампончики хочу в уши чтобы вода не попала из ваты сейчас я буду делать и снимать если что-то не так у меня простите но как могу так и полотенце упало как могу так и снимаю по-другому не оператора нет сейчас будем в уши тампоны друзья засовывать видите ей не нравится но надо сейчас я боюсь что я останусь без рук мне всего расцарапают вот видите как она стряхивает ладно будем тогда без тампонов я вот ей в уши сую чтобы ей как-то вот такие вот штучки делаю вот так то видите а ей не нравится ну ладно будем мы сейчас ее купать так если ты будешь вырываться дорогуша так здесь будет дорогуша если ты будешь прорываться то я тебя и не нравится а купаться надо блоки надо выводить друзья я вот сейчас опять рискую остаться без рук она уже поправилась более-менее но может мне сейчас друзья устроить настоящую порку он уже пищит слышите да и не нравится вода нормальная не горячая вода приятная температура сейчас мы будем ее вот этим вот шампунцом который вам показывал мылить и купать от бог потому что мне блохи в доме друзья не нужны до маргаритка будем мы лица так давайте а камеру постараюсь как-то поставить чтобы видно было не знаю давайте попробую шампунь беру кошечку и мылим 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 думаю вот так вот давай давай намылим тебе как друзья какие-нибудь повернуть бы чтоб вам видно было видеть она вроде бы не дерется это опять же вроде бы вот так вот он блок с тобой не надо всё всё напряглась вот я понимаю не нравится мне чем гусь не Хвост тебе надо, подожди, а я занимаюсь, тебе не нравится. Голову тоже. Видите, вроде бы, друзья, вроде бы она не дерется со мной, надо ее намылить. Намылить всю, и чтобы она так минут 7, как вот написано сколько, написано 7-10 минут, вот так вот она передвигалась. Видите, я ее мылю, вроде бы она не кусается. Я понимаю, тебе не нравится, а чего сделаешь? Сейчас блохи побегут с тебе. Подожди. Лапы дай. Да, и для тебя же стараюсь, для тебя. Друзья, блин, оператора нету жалко. Думаю, я сейчас получу по заслугам. Видите, камера падает. Так. Стоять. Понимаю, неприятно. Видите, она себя вылизывает. Залезла на кровать, от меня убежала. Так, здесь будь, будь здесь, подожди. Друзья, видите, крайне неудобно. Существо убегает, уже на меня злится. Так, наверное, так же злился бы и возникал. Так. Давай, я настрою камеру, сиди спокойно. Сейчас мы будем... Подожди. Когти не выпускаем. Не выпускаем когти. Как? Ай, как же неудобно, друзья, снимать. Сердечко-то бьется, я понимаю, что... Вот, ты сейчас, не подожди. Блохо наставляешь ее здесь. Друзья, видите, я ее мылю. Мне не нравится, я понимаю, да я прости. Я понимаю, подруга, тебе не нравится. Видите, как она вообще мыть. Блохи везде. Чтоб они, суки, все сдохли, да, друзья? Я немного чокнутый, наверное, что так вот. Пусть кажетесь, издевается над животным, но... Друзья... Куда деваться? Надо ванны принимать. Упаться и не кричать. Не возникать. Упаться и не разница. Я понимаю, блохи вон они. Вот я ее мылю всю. Такая крышка маленькая, да? Когда ее накупаешь. Главное, что когти такие серьезные. Потому что это крысоловка. Когти у нее хорошие. Она когтями может поранить конкретно, друзья. Может, блин, сделать очень больно. У меня шрам на другой руке. Вон она уже... Ей уже не нравится. Друзья, я ее пытаюсь с водой. Видите, она сопротивляется уже. Уже пришла в себя, да, за неделю. И отъелась немножко, да? Так. Купаться надо, купаться. Так, друзья, видите, тяжело сейчас. Крика. Так, снится. Смываем все, смываем. Мне нравится. Заражить боится на животное. Жарите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понимаю, не нравится, а все делать. Если не надо. Друзья, ну, короче, будем ванну принимать. А все, понимаете, все. Так вот. Уберешь. Все. Не пищи. Ну, все хорошо. Я же тебя не обижаю. Я просто хочу, чтобы брохи с тебя все вышли. Я посмотри, я тебя шампунькой какой намылил. Купаю тебя. Мы тебе еще капли сделаем. Мы же тебя первый раз. Первый раз тебя мыли, брохи с тебя не вышли. Значит, водичка теплая, приятная. Посмотри, я тебя глажу. Посмотри, как я тебя люблю. Ты же хочешь со мной спать? А я с бахастой спать не хочу, понимаешь? Я с бахастой спать не буду. Кошечкой, да. Беха-то надо выводить. Мы тебе сейчас шерстку всю помоем. Посмотри. Посмотри. Брошки все с тебя вылезут. Вылезут. Сейчас мы тебя еще раз намыли. Друзья, я у себя на даче, поэтому то, что на пол уйдется вода, она вся уйдет в подвал. Друзья, я еще раз намылим сейчас. Блин, на меня-то не тряси. Видите, как меня обдала. Блин, на меня-то не тряси. Ничего страшного нету. Смотри, кто-то меня так купал, а? Кто-то меня так мыл, как тебя, а? Смотри, ничего страшного нету вообще. Зато мы тебя отмоем. Ты не будешь блохастая. Так, вот ты должна... Подожди. Ну-то, друзья, ее надо подождать, чтобы вся гадость вышла. Видимо, шампунь не сразу действует. Ну-то, не знаю, видно меня, нет. Ну, мы будем, да? Купаться с тобой, смотри. Опа. Побольше шампунь, а теперь с тобой на макушку нальем. Вот сюда нальем тоже. Смотрите, какая крыска, друзья. Какая, да? Так, терпим, терпим, терпим. Терпим, терпим, не вырываясь. Не нравится. Ну, давай потерпим немножко. Я понимаю, это замерзло, да? Немножко потерпим, давай. Видите, уже идет агрессия, друзья. Надежда, значит, надо варкать ее. У нее идет агрессия, значит, не нравится. Подожди. Ну, все, друзья, в принципе, я думаю, вам видно. Вот она пищит. Ей не нравится, да? В тот раз она так не пищала, потому что я ее пригрел. И она уже, ну, как бы, пришла в себя. Тогда она голодная была, замерзшая, да? Сейчас уже отъелась на вискосе, на корме. И ей купаться, естественно, уже тогда выбора не было. А сейчас уже у нее есть выбор. Поэтому давайте, наверное, друзья, мы не будем ей особо выбор давать. Ее оботрем. Сейчас немножко еще покупаем. И избавимся от блох. Еще капли закапаем. Я не хочу с блохами спать. Я понимаю, что кошачьи блохи не передаются человеку. Но это довольно неприятно тоже. А ей, видите, ей не нравится в ванной принимать. Итак, подруга. Ты вначале купалась нормально. Блох будем выводить. Хвост. Как мы с тобой делаем этот оговорок? Лапу, выбирай, когти. Когти выбираем. Видите, друзья? Не подумайте, я не живодер никакой, но нашей маркизе не нравится принимать ванну. Видите? Совсем она не в духе сегодня. Пищит, боится. Ну, шампунь, да, шампунь. Мы с тобой шампунь. Хороший используем маркиза. Хороший шампунь, да? Зачем я не цапнула, не поцелаховала. Вроде бы... Зато... Тебе плохо не было. Так, друзья, надо ее внести, обтирать. Так, надо полотенце найти. Вот оно, полотенце наше. Так, сейчас мы будем ее обтирать. Так, вот мы ее укутаем, как младенца, друзья. Вот так вот, она боится. И столько грязи еще с нее смылось. Может, еще и я обсикалась. Вся дрожит, замерзла. Но есть тепло, я газ включил. Отопление. Вернее, пришел сосед и включил, мне помог. Видите, она... Сейчас камеру поправлю. В этот раз она далась. И я ее как-то смог так вот укутать. Она уже так не вырывается. Пусть понимает, что, в принципе, деваться некуда. Блох мы с тобой, я думаю, вымыли, не знаю. Ну, друзья, наша крыска, она опять на меня обиделась. Хотя мурчит. Думаю, хоть этот шампунь я взял. Мне в золоклинике его посоветовали. То есть там ветеринары сказали, поможет. Сейчас еще воды нагрею немного. И смоем остатки шампуня. И я подключусь. Уже буду без вас смывать, в принципе. Все самое интересное мы сняли. Это кто не купал, никогда увидели, как это вообще происходит. Красотка, да? Скажи, я к работе теперь красотка, да? Маркиза. А? Ладно, Маркиза, давай. Пойду я буду еще ставить кип... Подогревать немножко для тебя. Друзья, наша Маркиза уже мурлечит. Да? Не обижается на меня. Да, Маркиза? Она меня простила. Чем я люблю дворовых кошек, друзья? Они совсем вязали. Сейчас бы какая-нибудь породистая была. Она от меня из-под тишка бы цапнула бы. А этот он прощает, что ли, все. Я не знаю. Пишите в комментариях, как вы считаете, каких вы больше любите животных. Породистых или беспородистых. Но мне кажется, это какая-то особенная порода. Как чебурашка. Прямо похоже на чебурашку. Я обиделась, да? Она меня обиделась. Зато теперь бог не будет. Друзья, как чебурашка прям. Что я хотел сказать-то? Что я хотел сказать? То, что другая бы уже мне в руку... Я бы, наверное, был на ее месте. Я бы уже вцепился двумя лапами, наверное, даже четырьмя лапами и в руку бы. И зубами бы еще вдобавок. И грыз бы. Она, видите как, она как-то вот... Не знаю. То ли ее шпеняли, обижали, что она уже все готова стерпеть. Лишь бы хорошо ей было. Но не знаю. Я не могу этому созданию не дарить любовь. Потому что настолько мне вот ее жалко. Настолько она классная. Настолько она нежная, ласковая. К тому же, я думал, это кот и эта кошечка оказалась, друзья. Но я просто в восторге. И не хочется всячески ей помочь. Пусть это иногда и варварски получается. Да, видите, она с характером, она от меня отвернулась. Показывает то, что она все-таки кошка. Независимое создание. Показывает то, что она в данный момент со мной дружить не особо хочет. Но я тоже делаю все для нее, чтобы ее эти твари не грызли. Вон они уже вылазят. Им уже не нравится, чем я ее намылил. Вот они даже на пальцах остаются. Какая-то часть в тот раз я же мылом ее хозяйственным намыливал и не вышло. Друзья, смотрите, как наша особа намывается. Какая она чистоплотная. Мне кажется, люди не такие чистоплотные, да, как вот это вот создание. Божье создание. Вот это вот дитя. Дитя, вернее. Смотрите, да, насколько она аккуратная. Кстати, бложки. Давай посмотрим. Видите, она уже ей не нравится. Бложки, друзья, бложек я не наблюдаю. Я не могу ее перевернуть. Видите, она и так уже стресс испытала. Это большой стресс, на самом деле, для кошки. Кошки общение в воду не любят. А это еще как-то перетерпело, да. Наверное, потому что она котенок. В принципе, можно к ваннам приучить. Постоянные ванны. Даже полюбит она купаться. В принципе, может полюбить. Я знаю, видел на ютубе много видео, там, да, где кошки, они сами лезут в ванну, там, в тазик с водой. В принципе, можно со временем ее приучить принимать в ванну. Но бложки, я думаю, это я видел, кстати, друзья, я вам показывал. Даже есть там какие-то бложки, но думаю, что они, видите, она на меня обиженная. Но это временно все. Она сейчас быстро отходит и будет опять нежная, ласковая. Нам самое главное, чтобы она не чесалась. И это дискомфорт. Это очень большой дискомфорт. Я считаю, что когда тебе что-то кусает, это мне очень приятно. Она уже, друзья, мурлыкает. Мур, мур, да? Мур. Маркиза мур, да? Такая, друзья, прелесть. Смотрите, какая морда у нее. Какая морда. На крыску похожа, на самом деле, да? Так блог, мне главное, не натряси. Маркиза, не натряси мне блог. Все, пусть она, друзья, делает свои дела. А мы с вами пойдем по своим делам. Свои дела. Друзья, я взял ей вискос для котят. Курица-рагу. Такой вот вискос. Видите, для котят это на воду 12 месяцев. Я думаю, котенок ей месяцев 5. Вот, ей подогревают до приятной температуры. Холодная тоже кошкам давать нельзя. Она может заболеть. Тем более после водных процедур. После баньки нашей с вами, да? Она может скушать холодное и закашлять, например. Там чихать, я не знаю. Температура подняться. Поэтому мы ей немножко подогреем до приятной температуры. Опять же, не обращайте внимания, что у меня плита загаженная. Я недавно ее мыл. Просто я холостяк. У меня вот так получается. Поэтому, друзья, я обещал вам, что я брошу курить. Обязательно брошу. Я бросил. А просто сегодня немного выпил пивка. И вот когда я выпиваю алкоголь, я всегда закурил. Я могу не курить. Я уже две недели не курил. Но я вот выпил и я закурил. Завтра я опять не буду курить. Но вот сегодня я хочу покурить. И плюс сегодня я набрался смелости еще раз искупать. Потому что кошечка Риагна отошла. Уже пришла в себя. И я думал, что сегодня это по-любому я буду поцарапанный. Но видите, как сегодня мне опять обошлось. Я эту пантеру, эту тигрицу постирал, можно сказать, без жертв. Обошлось, друзья, без жертв. А курить я обязательно брошу. Жизнь немножко нервная. Поэтому я и, наверное, иногда закуриваю, друзья. А вам не советую курить. Я ни в коем случае не пропагандирую вот это вот говно, вот эту гадость. Ни в коем случае не курить. Это плохо, это вредно для здоровья, друзья. Я за здорового в жизни. Блох я не вижу, посмотрите. Видно. Ну не пищи ты. Ну что ты пищишь? Сейчас я подправлю. Так. Экспозицию. Дай я тебе возьму. Только ты меня не царапай. Она меня уже хотела. Не вижу я блох. Они черные. Вот видите. Она пищит, боится уже. Уже зашуганная, да? Так. Ну-ка. Ну-ка, подруга. Когти, кстати, не выпускает. Все дрожит. Когти, когда пытается выпустить. Друзья, когда она пытается меня царапнуть, она вроде бы и когтями теми же, да, меня там прополосовать. Она выпускает когти, потом прячет их, понимает то, что мне больно. Ну, такая лунная кошечка, смотрите, как пищит. Давай покажем. Есть блоки хоть людям, нет? Видите, друзья, вроде бы чисто все, никто не лазит. Ладно, ладно, все, давай, давай, беги, беги. Беги, все, я тебя больше мучить не буду. У нее стресс, ну, сами понимаете. Но он ей вискоса набрал ей. Себе, как видите, ничего не взял, кроме сосисок. Хотя она их тоже уже кушала, хавала. И вот я и взял вискоса. Поэтому, друзья, кидаем донаты на корм для этой кошечки. Кто сколько может, да, скажи, я буду признательным. Ну, что ты все, она даже, видите, не хочет кушать. Так. Нет, она на кровати уже не идет, бежит на свое любимое кресло. Друзья, поэтому донатим, донатим, не скупимся, донатим. Я думаю, вы лишний раз себе пачку сигарет не возьмете, зато кошечке я что-то куплю. Я и свои куплю деньги, но мне, знаете, спортивный интерес. Мне в этой жизни за год, пока канал есть, только 100 рублей донатили. Ну, ладно, для меня, для взрослого мужика, это понятно, что позорно там просить, да. Хотя я на себя лично ничего никогда не прошу. Не могу сам заработать. Пусть немного, но могу заработать на себя сам. Вот. Я собираю сейчас на камеру GoPro Hero 9. Вот. Восьмую хотел взять на авито поддержанную, но вот решил девятую взять, потому что там много ништяков, которые вам долго рассказываете. А в другом видосике вам расскажут, что это за камерой, какие там ништяки, чем она от восьмой GoPro отличается. Вот. А для котика, я думаю, для кошечки, вернее, вам не жалко будет хотя бы там 50 рублей, 100 рублей кинуть на корм, пока я ее куда-то не пристрою. Если я оставлю, друзья, ее у себя, я обещаю, будут крутые видосы, интересные, вот. И мы будем с вами вместе наблюдать, как она растет еще такое. Кто-то по мне прыгает, надеюсь, не блоки. Но, хотя, в принципе, мне сказали, что они, ну, цапнут и цапнут, вот. Поэтому от глистов я ей тоже дал таблетки, на днях еще возьму и дам еще и проглистую еще разочек. Вот. Ну и думаю, друзья, то, что все будет круто. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Вот так вот, друзья, спит наша маркиза после купания. Прямо на моем рабочем рюкзаке уснул, с которым я на вахту мотаюсь. Я еще и капли закапал от блог, друзья. Я знаю, что через три дня, только после купания. Но она очень активная. И я все гадал, почему она такая, думал сама по себе. Но, скорее всего, из-за того, что у нее, а вы знаете, что наши маркизы, друзья, я в ужасе, я случайно увидел какой-то черный налет у нее в ушах. Потом зашел в том же Ютубе, в котором мы с вами сидим и смотрим сейчас данное видео. Посмотрел. Это оказался ушной клещ. Сейчас я вам покажу. Аккуратненько так она спит. Давайте посмотрим. Друзья, видите, сколько много вот этой гадости у нее. Вот я ее завтра, не, я ее в пятницу, завтра четверг повезу в ветеринарную клинику. Вот, давайте я сфокусирую. Что-то камера не хочет фокусироваться вообще. И покажу вам, видите, сколько там ужас у нее творится в ушах. Я думаю, почему она постоянно кричит, ходит на такое вот мое дитя. Оно больное все. Были у нее слабые какие-то проблемы, вроде бы прошла. Потом вот эти блохи, вши тоже вывели, надеюсь. Ну, вот теперь еще и у нее ушной клещ. Ммм, недоладо. Я не знаю, конечно, оставлю я ее себе или нет. Но к ветеринару ей по-любому надо сделать доброе дело, друзья. Отвести, отвести к ветеринару. Чтобы он ей почистил уши, прокапал туда. Видите, у нее еще влажная здесь шерсть, как в масле. Если вы рассмотрите этой капли, вот я полку, пока она спит, уставшая после купания. Она очень измотанная. У нее, видите, как она расслабленная вся. И я ее прокапал каплями. Потому что если бы она уже 3 дня после кубки прошла, как в тот раз. Нет, в тот раз я в омру, сутки прошли. Я не мог ей нормально закапать. Вы сами видели видосик, когда она вырывалась у меня и не давала мне ничего. Я с ней ругался. Мы с ней чуть не подрались, да, маркиза. Она чуть не укусила меня. Хотя я знаю, что она меня не укусила. Но вот эта хрень в ушах у нее мне ужасно не понравилась. Поэтому поедем мы с ней в ветеринарную клинику лечить ее болячки. Такая вот наелась. Два пакетика виска сослопала. Уйти, как зевая медь. Ей хорошо. Поедем лечиться, маркизы. Поедем, да? Друзья, поэтому подписываемся на канал. Ставим вот такие вот жирные королевские лайки. Еще такая просьба, наверное, это должен был это самое первое сказать. Если у вас есть возможность, у вас или у кого-то ваших знакомых. Может быть вы кому-то покажете это видео. Может кто-то у меня эту кошечку заберет или на передержку, пока я на вахте буду. Или навсегда. Потому что, ну, у меня правда, друзья, мне ее очень жалко. Ну, делать тоже особо некуда. Меня сегодня обрадовали в зоомагазине, ну, там при зоомагазине ветклиника. То, что эти блохи, они на людей не переходят. Как бы, ну, может там укусить. И не будет жить на человеке. Я думаю, уже они у меня в голове. Особо она лазила у меня по всему дому. Меня немного успокоили. Если вы, кстати, тоже не знали, кошачьи блохи, они человеку не передаются. Они только могут укусить. Ну, а если укусить, то тоже могут быть осложнения, глисты и все, что угодно. Поэтому буду надеяться, что меня они тоже укусали. Если вы можете, если вы взрослый человек, естественно, не ребенок, то же дети. Ну, я сам ребенком был, и родители некоторым детям. Мне, например, мама не очень разрешала животных. И вот возьмет ребенок, да, у меня, а потом мама его или папа на улицу выставит. И будет он так же бегать, попрошайничать. Я этого как бы не хотел, чтобы животное страдало потом. И мне бы хотелось, если вы взрослый ответственный человек, если вы не один раз думали о том, что хотели бы завести домашнее животное, или у вас уже есть домашнее животное, и вы хотели бы компаньона своей кошечке, коту или собачке еще завести животное, или просто вы настолько любите животное, что животных, вернее, то, что вы посмотрели это видео, и у вас вот сердечко екнуло, и вы сказали, я заберу эту кошечку, да, и там есть столько моря любви, да. Друзья, я вас уверяю, она вам отплатит вдвойне, даже втройне своей любовью. Поэтому ставим вот такие вот жирные лайки королевские для чего? Для того, чтобы побольше народу, чтобы видео выходило выше в поиске, поднималось, да, от ваших лайков, комментариев, вот, и просмотров, естественно. Оно будет выше в поиске, его намного больше людей увидят. И, может быть, кто-то у меня все-таки заберет эту бедолашку маленькую себе. Поэтому, друзья, вам я желаю мира, вашему дому, вашей семье. Я думаю, что вы мне поможете, хоть кто чем сможет, да. Кстати, если вы не можете как-то вот помочь с передержкой или забрать, вы можете, например, на корм скинуть мне. Реквизиты будут внизу под видео. Извиты моих электронных кошельков реквизиты. И донат, ссылка на мой донат. Вы можете сдонатить там, кто сколько может, 10, 20, 50 рублей на корм этой кошечке. Потому что я вахтовик и, как вам сказать, конечно, я там трачу деньги, да, но они у меня тоже не лишние, да. Если у вас какая-то лишняя копейка завалялась, я не, друзья, я не попрошайничаю на ютубе. Наберите в поиске ютуба, что такое донат. Это вполне нормально, то есть, да. Там где-то на улице я не в переходе стою. Вы смотрите это видео. Я уверен, если вы нажали лайк, значит, оно вам зашло, этот видосик вам оно понравилось. Поэтому, я думаю, и за 10 рублей вы беднее там не станете, да. Там 10, там пусть даже рубль вы это на кармане особо не прочувствуете. Мой котель лишний раз будет больше сытый. Поэтому, друзья, рассказываем, ставим такие вот жирные королевские лайки. Подписываемся на мой канал, на наш с вами канал, он называется Жека. Вот. Ну и, наверное, я желаю вам всех благ. Давайте, пока.